Друзья, всем привет! С вами Даут Адаев, Артур Осипов, Чекмат Россия. Топ 5 самых популярных ошибок и к чему они ведут, почему вы получаете травмы, завязываете с джиу-джитсу и у вас ничего не получается. Сейчас мы разбираем с вами первые ошибки, которые начинаются с обхода гарда. Новички часто суетятся, бегают как попало и не используют приставные диагональные шаги. Основная ошибка новичка при обходе открытого гарда. Вместо того, чтобы двигаться от ног, соблюдая дистанцию и контролируя ноги, либо за стопы, либо за голени, новички начинают подходить одной ногой вперед и тем самым отдают контроль. И соперник начинает вязать вас. Либо они начинают опускаться перед соперником на колени, и соперник закрывает закрытый гард и, соответственно, атакуется. Липует, переворачивает и делает различные атаки. Чтобы этого не происходило, мы должны держаться подальше от ног, использовать различные виды шагов. Приставные диагональные лэг-дрэг. И при этом я не даю ему цеплять себя куками, контролируя либо стопы, либо голени и поджимая. И, соответственно, моя задача подбираться к его линии сгиба, ставить свою стопу для того, чтобы отрезать ноги от корпуса. Не бросайтесь в гард, это чревато болевыми и переворотами, и контролем со стороны соперника. Поехали дальше. После того, как мы попали в гард, сделали первую ошибку, наступают следующие две ошибки, которые делают новички. Первое. Начинают поджиматься, тем самым начинают отдавать также различные виды контроля под названием «рабр гард», когда начинают вязать, также у соперника появляется возможность делать контроль оверхук, заправлять крюки ногой и держать руку и прочее, и прочее. То есть мы отдаем возможность сопернику делать различные атаки, используя различные виды контроля. Третья ошибка из закрытого гарда – это наоборот. Когда соперник вместо того, чтобы держать золотую середину, так сказать, начинает оттягиваться назад, и соперник начинает делать движение под названием «хип-бамп-свип», либо, как у нас называют, «кимура-свип». И, соответственно, отдает одним движением 6 баллов. Два за переворот и четыре за маут. Еще раз я начинаю оттягиваться и отдаю «свип плюс маунт». Для того, чтобы избежать этих ситуаций, я ставлю свои ладони в область нижних плавающих ребер, либо под грудь, локти у меня идут по бедрам, пальцы ног стоят вот таким образом. Осанка ровная, да, и я начинаю использовать различные виды раскрытия гарда, которые можно увидеть в предыдущих видео, которые мы снимали на зимних сборах. И, соответственно, я всегда контролирую возможность своего соперника подняться на меня, да, и, соответственно, не прижимаюсь к нему. Если я прижимаюсь, то я должен контролировать его бицепсы, накрывать его руки, да, если я оттягиваюсь, я начинаю перебирать руками и держу контроль, не даю ему подняться к себе. Следующая, четвертая ошибка. Когда мы заходим на боковой контроль, обходим гард, соперники вместо того, чтобы ставить рамку, начинают прижимать. И это одна из ошибок. Когда вы вместо того, чтобы отжимать, начинаете поджимать, куча тоже различных действий, приемов, таких как колено на животе, мы начинаем заходить на одну из вариаций атак к рычаговым локтям. Далее есть такое движение, как ванфлю, когда мы забираем, подтягиваем и плечом делаем воздействие на сонник, и тем самым можем задушить своего оппонента. Ну, либо также можем выйти на атаку ближней руки на рычаг. То есть не надо ни в коем случае прижимать своего соперника, если он вышел в сайт-контроль. Вы сразу же должны ставить рамку и позволять сопернику прижиматься к вам, выходить, контролировать и прочее. Также ситуация идет в маунте. Да, ни в коем случае не надо обхватывать соперника и держать его за корпус. Это также чревато различными болевыми. Соперник начинает подползать выше, может выйти в эс-маунт и, соответственно, отсюда атаковать различными видами рычагов, узлов, обратных рычагов. То есть куча вариаций для того, чтобы проатаковать и сделать какой-то болевой прием. Да, не надо ни в коем случае прижимать. Первое, что вы должны сделать, вставлять рамку либо в таз, либо две руки в колено, повернувшись на бок, и восстанавливать контроль, хавгард, в последующем фулгард. Да, и это позволит вам восстановиться, сделать атаки, перевернуть и так далее. Это было топ-5 ошибок, которые делают новички. Ни в коем случае не делайте этого. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Расскажите в комментарии, какие еще ошибки вы встречаете, когда боретесь с новичками. Это будет интересно. Давайте соберем, обсудим это. И ни в коем случае не делайте этого, чтобы ваше джиу-джитсу было круче. Записывайтесь к нам, приходите, тренируйтесь вместе с нами.